К черту все. Берись и делай. Автор Ричард Брэнсон. Саммери на книгу «К черту все. Берись и делай» Ричарда Брэнсона, основателя Virgin Group. Это непростой список правил и инструкций о том, как начать бизнес или стать суперэффективным. Это набор историй из биографии самого известного миллиардера-бунтаря и миллиардера-авантюриста. Примеры кейсов, демонстрирующих ценности, позволившие Брэнсону добиться успеха. Не зря одно из англоязычных изданий книги называется «Lessons in life. Уроки жизни». Эти поучительные и откровенные уроки вдохновили многих на то, чтобы изменить свою жизнь и карьеру. «К черту все. Берись и делай» — это лозунг не только самого Брэнсона, но и всех компаний и сотрудников, входящих в семью Virgin, включающую более 400 брендов. Стремительное развитие Virgin в разных сферах, от авиаперевозок и мобильной связи до создания комиксов и прохладительных напитков, подтверждает, что энтузиазм и смелость позволяют достигать невозможного. Опасные полеты на Монгольфьере, путешествия на яхте в штормовую погоду, попытки установить мировые рекорды в разных областях, космический туризм и планирование новых способов запуска ракет в космос. Это лишь небольшой список головокружительных проектов Ричарда Брэнсона, доказывающих, что целеустремленному человеку под силу очень многое. Ричард Брэнсон пишет о повышенной социальной ответственности, еще одной стороне нового капитализма. Он организовал благотворительный фонд Virgin Unite, активно борется с выбросами двуокиси углерода, в первую очередь в своих компаниях на своих предприятиях, помогает тяжело больным людям и даже пытается решать политические проблемы, пользуясь тем, что лидеры многих стран ему доверяют. Бережное отношение к природе, помощь ближним, стремление не только к прибыли, но и к тому, чтобы минимизировать вред, причиняемый своей планете. По его мнению, это лучший способ прожить жизнь осмысленно. К черту все, берись и делай. Это рассказ из первых рук о том, как создаются и с чего начинаются бизнес империи. Она обязательно вдохновит вас на новые свершения, поднимет уровень мотивации и напомнит, что надо верить в себя и свою мечту. Не всегда к мечте ведут протаренные дороги. Не надо слепо следовать правилам. Нужно отказаться от прокрастинации, но при этом важно тщательно подготавливать и прорабатывать планы. Не стоит бояться проблемы сложностей, надо смело смотреть им в лицо и сражаться. Лучше иногда ошибаться, чем нерешительно топтаться на месте, упуская возможности. Нужно беречь свою планету, здесь и сейчас. Не надо бояться сделать первый шаг, с которого, как известно, начинается путь длиной в тысячу шагов. Надо действовать. Берись и делай. Ставьте себе цель и ищите разные пути к ней. Не всегда к реализации заветных желаний ведут протоптанные дорожки. Зачастую к ним можно прийти самыми неожиданными путями. Не позволяйте себе отказаться от мечты, потому что никто не делал так до вас или потому что кто-то считает, что это невозможно. Хотите стать дизайнером, но не окончили художественный колледж? Устройтесь на работу в дизайнерскую фирму секретарем. Хотите стать журналистом? Разносите чай в редакции. Учитесь и впитывайте. Ждите шанса, и он представится. Во время Второй мировой войны мама Ричарда Брэнсона, Ева, хотела стать летчицей. Но тогда летчиками были исключительно мужчины, к тому же она никогда не училась летному делу. Поэтому ее мечта казалась окружающим совершенно недостижимой. Но Ева надела кожаную куртку, убрала волосы под летный шлем, приехала в ближайший аэропорт и попросила научить ее летать на планере. Это сработало. Ей дали несколько уроков, она освоила планер, а затем начала сама тренировать новичков. После войны Еву, решившую стать стюардессой, не остановила то, что она не знала обязательного для этой работы испанского языка и не владела навыками медсестры, что тоже было необходимо. Она подговорила знакомого вписать ее имя в список стюардесс-авиакомпании, летающей между Лондоном и Южной Америкой, и вскоре освоила еще одну работу своей мечты. Верьте в себя и основательно готовьтесь. Девиз, ставший названием книги «Берись и делай». Именно так поступали многие в семье Ричарда. Например, его двоюрный прадед Роберт Скотт, достигший Южного полюса вслед за Амундсоном. Так поступал и поступает и сам Ричард Брэнсон. Первым коммерческим проектом Ричарда стал журнал «Стюдент», который он основал в 15 лет. Одной из причин его создания стало желание выразить протест против бессмысленной войны во Вьетнаме. Однако Брэнсон уже тогда понимал, что проект должен быть прибыльным. Проштудировав список «Кто есть кто», Ричард составил перечень потенциальных рекламодателей. Затем он прикинул аудиторию журнала, изначально рассчитанного только на школьников, и решил расширить ее за счет студентов. Так родилось название издания. Ричард составил бизнес-план, рассчитав примерные доходы от рекламы и продаж. Для этого он позвонил в Министерство образования и узнал, сколько в стране студентов. Он играл на конкурентной зависти рекламодателей, уверяя рекламного менеджера одного банка, что другой известный банк давно размещает у себя рекламу журнала. Банкиры не догадывались, что с ними общается юнец с телефона-автомата в холле общежития. Распространением журнала занималась целая сеть добровольных волонтеров. Ричарду удалось брать интервью у таких звезд, как Джон Леннон, Мик Джаггер, Ванесса Редгрейв. В журнале поднимались волнующие молодежь темы. Редакции даже удалось отправить одного из студентов военным корреспондентам в горячую точку. О журнале начали писать влиятельные издания. Количество читателей достигло полумиллиона. Стьюдент привлекал серьезные рекламные бюджеты. Сложно поверить, что такой популярный журнал был создан практически с нуля в комнатке студенческого общежития с небольшой суммой, одолженной родителями. Пытайтесь снова и снова. Никогда не сдаваться. Этот урок Ричард Брэнсон получил во время своих рискованных путешествий. Но это правило не менее важное в бизнесе, который тоже часто преподносит неожиданные испытания. Когда яхта Virgin Atlantic Challenger в борьбе за награду голубая лента раскололась пополам и затонула во время шторма, Ричард и экипаж едва не погибли. Но через год они вновь вышли на старт с Virgin Atlantic Challenger 2 и вновь попали в сильный шторм с затопленными водой топливными фильтрами. Искушение повернуть назад было очень велико, но команда запустила двигатели и достигла финиша, побив рекорд голубой ленты. Не сдавайтесь без боя. Пока ты жив, всегда можно что-то предпринять для победы. Далеко не все полеты Ричарда на Монгольфьерах заканчивались удачно. Ему приходилось спасаться прыжком с высоты в ледяной океан, приземляться в безлюдные снега Канады и в Сахары. Но Брэнсон и его напарник продолжали свои опасные полеты, выходя победителями из самых безвыходных ситуаций. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь тем, что делаете. Отдыхать и веселиться просто необходимо. Так человек перезагружается и заряжается энергией. Ричард Брэнсон всегда много и упорно работал, но его никогда не покидала уверенность, что работа должна приносить удовольствие. Он брался только за вдохновляющие его проекты, быстро осознав, что если есть радость от бизнеса, то и деньги появятся. Занимайтесь любимым делом, ведь жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на печаль. Любимое хобби может превратиться в глобальный бизнес, как получилось у основательницы Body Shop Анита Роддик, сначала делавшей кремы у себя на кухне. Иногда Ричарду предлагают отойти от дел, просто наслаждаться богатством и радоваться жизни. На что он отвечает, что радость была и остается неотъемлемым элементом его бизнеса. Поэтому зачем что-то менять? Подтверждением того, что деньги и радость идут рука об руку, стала работа компании Virgin Music, организованной Ричардом в 70-е годы. Команда Virgin Music постоянно искала новые таланты, заключая контракты с Sex Pistols, Stingham и другими знаменитыми музыкантами. Они много работали, но и много веселились. Как-то отдыхая от зимнего Лондона на солнечной Ямайке, Ричард слушал в баре местные регги-группы и услышал новое течение про образ современного рэпа. Он подписал контракты с несколькими такими группами и исполнителями регги, продав затем много их пластинок и неплохо заработав. Так он в очередной раз подтвердил любимую концепцию. Живи в удовольствие, веселись, тогда и деньги придут. Когда вы идете навстречу своим целям, деньги становятся побочным эффектом. Когда Брэнсон решил купить необитаемый остров Неккер в Атлантическом океане, он торговался и значительно снизил цену на остров, но все равно влез в долги. Чтобы рассчитаться с ними, он создал несколько компаний, которые до сих пор успешны и продолжают приносить большую прибыль. Рискуйте, но реально оценивайте риски. Несмотря на отвагу и любовь к рискованным приключениям, Ричард уверен, что риск должен быть оправдан, взвешен и продуман. И не стоит ставить все на карту там, где вы не контролируете ситуацию. Ричард Брэнсон работал в США над реалити-шоу «Миллиардер-бунтарь». В этой передаче предприимчивые молодые герои проходили сложные испытания, по очереди выбывая из гонки к главному призу. В результате остался один победитель – Шон, которому вручили чек на миллион долларов. Но Ричард повысил ставки и предложил Шону рискнуть выигрышем, бросить монету и выиграть еще более крупный приз. Если монета повернется не той стороной, он теряет все. Шон долго думал и боролся с искушением получить таинственный приз, но в итоге он выбрал чек, не став бросать монету. Шон понял, что не может рисковать миллионом, учитывая, что у него есть ответственность перед своим бизнесом и своими сотрудниками. Он думал, что Ричард будет разочарован таким решением. Но Брэнсон уверил, что если бы Шон поставил все на бросок монеты, он бы перестал его уважать. В результате Шон получил и миллион долларов, и секретный приз – пост президента Верджин на три месяца. Своим мудрым выбором он подтвердил свою готовность управлять большой корпорацией и отвечать за тысячи работающих в Верджин людей. Будьте смелыми и верными своей мечте. Иногда для того, чтобы принять решение по поводу какой-то идеи или человека, Ричарду Брэнсону требуется не более минуты. Он доверяет здравому смыслу и инстинкту, быстро распознавая хорошую идею. Он без страха берется за сложное и делает его реальным. Его девиз – «Думай да и не думай нет». Однажды отправляясь с Вергинских островов в Пуэрто-Рико, Ричард Брэнсон узнал, что рейс отменен и следующий вылет состоится не скоро. Вместо того, чтобы расстраиваться по этому поводу, как делали остальные пассажиры, Ричард арендовал за 2000 долларов самолет, разделил эту сумму на количество пассажиров и продал им билеты за 39 долларов. При этом Ричард с женой летели бесплатно. Кто бы мог подумать, что этот случай в будущем будет иметь продолжение и через какое-то время будет создана компания Virgin Atlantic Airways. В 1984 году Ричарду предложили инвестировать в новую трансатлантическую авиалинию. Это было сложное решение, требующее больших капиталовложений, сил и готовности бороться с нечистыми приемами крупных авиакомпаний-монополистов. Но Брэнсон решил действовать, потому что миру не хватает доступных по цене и отличных по сервису авиаперелетов. Он рассчитал, что может рискнуть суммой около 2 миллионов фунтов и остаться на плаву, договорился с Boeing об аренде самолета и основал компанию, справившись с давлением конкурентов. Не сожалейте о прошлом. Даже самый удачливый человек не может прожить жизнь без неудач и проигрышей. Главное правильно к ним относиться, учиться на ошибках, не раскаиваться, не смотреть в прошлое, которого не изменить. Сожаления тянут назад, а надо двигаться вперед. Ричард Брэнсон считает, что упустил несколько хороших шансов. Например, возможность инвестировать в авиалинию Ryanair. Но он не склонен к долгим сожалениям и предпочитает думать о будущих успехах. Бросайте вызов самому себе и ищите новые цели. Испытывая себя и предлагая себе новые вызовы, мы растем и развиваемся как личности. Брэнсон уверен, что надо стремиться покорять все новые и новые вершины. В работе, в семье, в поисках приключений. Ричарду Брэнсону в детстве пришлось бороться с такой проблемой, как дислексия, расстройство чтения. Но именно это подтолкнуло его к тому, чтобы стать репортером. Победить в конкурсе на лучшее сочинение в школе и создать собственный журнал. Во взрослой жизни Ричард продолжал и продолжает поднимать планку своих достижений, пересекая Тихий океан на Монгольфьере, создавая сверхскоростные поезда и планируя свой полет в космос. Твердо стойте на ногах, полагаясь на свои силы. Брэнсон уверен, что нужно всегда думать своей головой, быть самостоятельным человеком и не ждать, что мир все преподнесет вам на блюдце. Английский рецепт пирога из кролика начинается с фразы «поймайте кролика», а не ждите, что кролик сам прискачет к вам. Полагаться на себя Ричарда учили в семье. Мама отправляла его одного на велосипеде в путешествие длиной в 50 миль. Родители часто обсуждали при детях новые способы пополнения семейного бюджета, что позволяло еще в раннем возрасте понять, что такое доход, расход, счета и прочее. Мама Брэнсона придумала изготавливать деревянные коробки для салфеток, которые стал заказывать универмаг Херротс. А его тетя организовала успешную кампанию по изготовлению чайных чашек с изображением популярных уэльских овечек. Все это научило Ричарда быть самостоятельным, искать новые пути к благосостоянию и с детства разбираться в денежных вопросах. Крепко стоять на ногах означает быть хозяином своей судьбы и отвечать за свои поступки. Под давлением банка Ричарду пришлось сделать свою кампанию публичной, люди охотно покупали акции, доверяя Брэнсону и его бизнесу. Но вскоре Ричард понял, что работа в Сити, постоянные заседания совета директоров и бюрократическая волокита связывают его по рукам и ногам. А затем на фондовой бирже случился коллапс, и все акции рухнули. Тогда Брэнсон, взяв гигантские суды, выкупил у людей все их акции ровно по той цене, по которой они их приобретали. Это стало для него освобождением и облегчением. Цените момент Брэнсон призывает любить жизнь, наслаждаться каждой ее секундой, находить время на размышления и созерцание. Когда Ричард наблюдал за японскими рыбаками, он поймал себя на мысли, что эти рыбаки счастливы здесь и сейчас. Они не основывают империи по обработке рыбы, не покоряют Эверест. Они наслаждаются своей каждодневной работой и тем, что могут прокормить своих близких. Созерцательности и умиротворению Брэнсона научили и полеты на воздушных шарах, когда в противоположность его коммуникативному перенасыщению в работе, он оказывался один на один с природой, небом, птицами, тишиной. Не обязательно все время суетиться. Например, Билл Гейтс разрешает своим сотрудникам часами предаваться размышлениям, не создавая видимости активной работы. Дорожите близкими Кредо Ричарда Брэнсона «Верь в свою семью». Ричарда всегда поддерживали родственники, и он отвечал им тем же. Близкие люди помогли ему стать тем, кем он сейчас является, и Брэнсон в своем сумасшедшем графике всегда находит возможность собраться вместе с родными и пообщаться. Когда Ричард задумал купить усадьбу для студии звукозаписи, где в спокойной и роскошной обстановке могли бы работать такие звезды, как Битлз и Роллинг Стоунс, у него не было и половины требуемой суммы. Родители тут же предоставили ему деньги из его трастового фонда, а тетя одолжила остальную сумму, причем, как выяснилось позже, она взяла для этого ссуду под залог своего дома. Разумеется, Ричард вернул все до последнего пенни. Семья всегда была рядом во всех его начинаниях, от создания журнала, когда мама и сестра продавали студент на улицах Лондона, до его более крупных проектов, когда родные помогали ему мудрым советом и моральной поддержкой. Надо заметить, что Ричард Брэнсон считает Вёрджин своей большой семьей, в которой важен каждый член команды, и он уверен, что талант людей всегда должен оцениваться и вознаграждаться по достоинству. Кен Берри начинал Вёрджин простым клерком в магазине грампластинок. Но он был тем человеком, который знал все обо всем, практически заменяя для сотрудников Вёрджин современный Гугл. Он всегда мог добыть нужную информацию, отлично сходился с людьми. Естественно, он недолго задержался на позиции клерка, вскоре работал с контрактами и в результате занял место генерального директора Вёрджин Мьюзик. Относитесь ко всем уважительно. Уважительно относиться к людям, в понимании Брэнсона, означает быть вежливым и внимательным со всеми, а не только с теми, кто вам нужен или от кого вы зависите. Ричард Брэнсон в самом начале своей карьеры, еще до Вёрджин Мьюзик, побывал на переговорах в Японии. Там его, еще совсем юного и пока никому неизвестного, принимали очень уважительно. Его серьезно выслушивали, оказывали почести как дорогому гостю. Это научило Брэнсона быть терпеливым и уважительным в бизнесе. Никогда не знаешь, кто окажется перед тобой и кто услышит твой разговор. Жизнь не раз подтверждала такое правило. Как-то таксистом, зовущим Ричарда в гости, чтобы познакомиться со своей мамой, оказался Фил Коллинз, решивший разыграть Брэнсона. Да и сам Брэнсон также разыгрывал участников шоу «Миллионер-бунтарь». Загримированный под пожилого водителя, он отвозил их на место съемки и обращал внимание на то, как молодежь относится к старому человеку. Зачастую эти его заметки показательно характеризовали участников шоу. Уважительно относитесь и к законам. Репутация – самое важное, что есть у бизнесмена. В биографии Брэнсона был неприятный момент, когда он случайно воспользовался схемой обхода таможенных пошлин при перевозке грампластинок. Но такая схема показалась компанией очень удачной и довольно безопасной, поэтому они стали пользоваться ей вновь и вновь, пока их действия не раскрыли и Ричард не оказался в тюрьме. Тогда его выручила семья, внесшая довольно крупный залог. Таможня отказалась от уголовного преследования, однако на Брэнсона наложили штраф, который был в три раза выше его незаконных доходов. Эта история стала отличным уроком для Ричарда. С тех пор он по-прежнему стремится заработать как можно больше, но исключительно легальным путем. Берегите окружающую среду Ричард стремится к тому, что он называет гайя-капитализм, ответственному и гуманному капитализму. По теории гайя Земля является живым созданием, аналогичным клетке. Каждая живая клетка аккумулирует в себе все, что необходимо для ее выживания, и обладает возможностью исцелять себя сама. Так же и наша планета. Она может исцелять себя, но для нее существует точка невозврата, когда ущерб станет критичным. И чтобы сохранить жизнь на Земле, она сметет со своей поверхности то, что представляет для нее угрозу, а именно человека. Предпринимательская деятельность часто становится негативным фактором для окружающей среды, поэтому такие компании, как Virgin, обязаны, создавая эффективные предприятия, не забывать о минимизации вреда для природы. Экологическим движениям нужны яркие лидеры. И Ричард, серьезно задумывающийся о проблемах окружающей среды, стал одним из них. В первую очередь, как владелец авиакомпании и сети транспортных компаний, он озаботился выбросом СО2, провоцирующим глобальное потепление. Растения уже не справляются с переработкой вырабатываемых сегодня автомобилями, самолетами, предприятиями, объемов двойкися углерода. А значит, надо вести поиски альтернативного, более экологичного вида топлива. Есть выражение, каменный век закончился не потому, что у нас закончились камни. Также использование ископаемого топлива должно закончиться раньше, чем исчерпаются его запасы. Для этого Брэнсон выделил 3 миллиарда долларов на разработку биотоплива и объявил премию в 25 миллионов долларов тому, кто придумает лучший способ поглощения углекислого газа из атмосферы. Ричард предложил буксировать самолеты к месту старта, что вполовину сократит выброс СО2 над Хитроу и на 90% над аэропортом Кеннеди в Нью-Йорке. Верджин внимательно исследовала передовые технологии и создала самолет, за которым возможно будущее. Верджин Атлантик Глобал Флайер из легких композитных материалов, который в час сжигает топливо меньше, чем автомобиль-внедорожник. Отдельные люди тоже должны делать то, что в их силах для сохранения природного баланса, а не думать, что за них это сделают политики или бизнесмены. Все наши действия взаимосвязаны, и все они, начиная от выброса токсичного мусора до повышенного вылова рыбы, влияют на будущее планеты. Зачастую политические вопросы кажутся людям более важными, чем экологические. Между тем, вырубка легких нашей планеты, тропических лесов Амазонии и другие неосторожные действия человечества могут обернуться и уже оборачиваются такими проблемами, как глобальные изменения климата, ураганы, истончение озонового слоя. Цель Брэнсона не только двигать Верджин по новым экологичным рельсам, но и вдохновлять другие аналогичные компании на ответственное поведение. Ведь не будет смысла в деньгах, если мир окажется на грани катастрофы. Он предлагает Западу платить развивающимся странам, чтобы они сокращали вырубку лесов, как европейские власти платят фермерам за то, что они не используют землю. Еще одним способом сократить выбросы в атмосферу, позволяя при этом людям свободно перемещаться по миру, является модернизация железных дорог и создание современных поездов, чем тоже активно занималась компания Брэнсона Virgin Trains. Это сократит машинопоток и нагрузку на самолеты. Сделайте ваш бренд сексуальным. Для того, чтобы быть успешным и узнаваемым, ваш бренд должен иметь собственное лицо. Лицом Virgin во многом является сам Ричард Брэнсон, благодаря которому его компанию знают во всем мире. При этом бренды Virgin стараются отразить в рекламе саму сущность своего товара. Ричард творил самые сумасшедшие вещи, сводя с ума своих маркетологов. Он висел над Нью-Йорком почти в неглиже, рекламируя сеть Virgin Mobile с девизом «Нам нечего скрывать». Наряжался в свадебное платье для рекламы салонов Virgin Bright. Украшал мангольфьеры логотипом Virgin. Прыгал в водопад Виктория. Он нарушал все мыслимые рекламные правила, но его страстная влюбленность в бренд и желание раздвинуть границы обыденного нравились людям. Однако не стоит допускать безвкусицы и абсурда. Когда рекламное агентство предложило ролик, где стюардессы Virgin Atlantic бросали в рот пассажирам в деловых костюмах ягоды винограда, этот ролик был отвергнут, поскольку он унизителен для работников авиакомпании. Ричард Брэнсон и его группа Virgin всегда стараются делать все лучше и интереснее, чем остальные. Именно так они обходят конкурентов. В одном из своих первых проектов, магазине, торговавшем грамм-пластинками, Брэнсон установил мягкие диваны и пуфы, чтобы молодежь могла пообщаться и послушать музыку. Другая компания Ричарда, Virgin Atlantic Airways, стремилась к лучшему сервису при невысокой стоимости билетов на самолеты, установив в самолетах барные стойки и предлагая такие услуги, как сеансы массажа и маникюр в полете. А сотовый оператор Virgin Mobile первым ввел систему постоплаты мобильной связи, понимая, что молодежи не по карману фиксированные ежемесячные платежи. По мнению Брэнсон, руководство компании должно уметь открыто общаться со своими сотрудниками. Особенно в сложные для компании моменты надо уметь извиниться и все объяснить людям, не перекладывая это на пиарщиков. Также очень полезно чаще общаться с клиентами. Ричард Брэнсон всегда старается посетить популярный музыкальный ВИ-фестиваль, чтобы поговорить с людьми и развлечься. Гости фестиваля рады видеть Ричарда, настроены очень дружелюбно и благодарят его за это яркое мероприятие. Играйте теми картами, что у вас на руках. Если у вас есть недостатки и слабые места, не позволяйте им помешать вам добиться успеха. Найдите то, в чем вы сильны и разыгрывайте свои козыри. Когда Ричарда отправили в частную школу-интернат, вначале ему пришлось нелегко. Из-за своей дислексии он очень отставал в чтении и правописании, получая двойки и даже удары розгами. Но Брэнсон был очень спортивным молодым человеком. Он быстро бегал и стал капитаном команд по футболу, крикету и регби. В английских школах очень благоволят к спортивным достижениям, и вскоре учителя перестали замечать его неуспехи в школьных занятиях. Тогда Ричард и усвоил урок. Если не получается преуспеть в одном, ищи другие способы. Кроме того, позже он понял, что дислексия научила его интуитивному мышлению и подарила способность смотреть на проблемы в целом, не зацикливаясь на мелочах. Решайте проблемы на ранней стадии. Сами выясняйте причины непонятных сбоев и ликвидируйте проблемы в зародыше. Следующим за студенческим журналом проектом Ричарда Брэнсона был магазин грампластинок. Он превратил ливерпульский магазин в место общения модной молодежи, создав все условия для расслабленного времяпрепровождения. Но после резкого взлета уровня продаж доходы стали резко падать. Ричард приехал посмотреть в чем дело. Оказывается, молодежи было даже слишком удобно. Магазин превратился в ночной клуб для хиппи, где было уже сложно добраться до кассы из-за большого количества отдыхающих гостей. Тогда свет в магазине сделали ярче, переместили кассу ближе к выходу и попросили продавцов объяснять гостям, что это все же в первую очередь магазин. Такие действия сработали и продажи снова возросли. Не пасуйте перед недобросовестными конкурентами. Не сдавайтесь под давлением крупных игроков, играющих нечестно. Боритесь всеми способами, ищите обходные пути. Главным конкурентом авиакомпании Брэнсона был такой крупный авиаперевозчик, как British Airways, всеми способами пытающийся вытеснить молодой и амбициозный бренд Virgin Atlantic с рынка. Они взвинтили для Virgin цены на обслуживание самолетов, отказались предоставлять стойки регистрации и багажное отделение. Но Брэнсон не спасовал, он лично находил свободные стойки и места для багажа. Virgin Atlantic поменяли обслуживающую компанию на более добросовестную, обошли British Airways, выиграв тендер на полеты в Японию. И даже подшутили над British Airways, строившей знаменитое колесо обозрения London Eye и столкнувшейся со сложностями в строительстве. Тогда Virgin запустили над стройкой свой самолет с транспарантом. У British Airways никак не встает. Делайте добрые дела. Каждый из нас способен изменить мир к лучшему. Для этого бывает достаточно помочь своему ближнему. Таким образом вы подадите пример окружающим, в том числе и своим детям, позволив добру распространяться по миру. Еще в юности Ричард Брэнсон открыл консультационный центр для студентов, куда можно было круглосуточно, бесплатно и анонимно обратиться по любым вопросам, начиная с проблем в сексе и абортов до попыток суицида. Позже Ричард Брэнсон на своих самолетах снабжал гуманитарной помощью беженцев в Иордании и жертв цунами в Шри-Ланке. Он помогает в обучении молодежи ЮАР, организовав там передвижной палаточный университет и свою школу предпринимательства. Организует благотворительные акции для борьбы со СПИДом. Он даже успешно провел переговоры с Саддамом Хосейном, благодаря чему были отпущены и перевезены в Великобританию заложники – дети, женщины, больные. В 2004 году была основана Virgin Unite – сеть, объединяющая сотрудников Virgin по всему миру для решения сложных социальных вопросов. Дети Ричарда Брэнсона тоже принимают активное участие в благотворительности, работая волонтерами в Virgin Unite. Не упускайте хорошие идеи. Быстро реагируйте и мыслите масштабно. Современный мир быстрый и динамичный. Хорошие идеи витают в воздухе. Если за них не ухватитесь вы, ухватится кто-то другой. Будьте осторожными, но не будьте медлительными. Не увязайте в бюрократических болотах и в нерешительности. Смотрите в будущее. Храните в запасниках хорошие идеи, а когда придет их время, раскручивайте их с максимальной скоростью. Самым дерзким и футуристическим проектом Брэнсона стал Virgin Galactic. Полеты в космос всегда были мечтой Ричарда. Но он решил найти новый подход к вопросу запуска ракет, запуская их не с поверхности Земли, а с высоты, что снизит расход энергии. Брэнсон с интересом наблюдал за победителем премии Ansari X-Price, запустившим ракету с высоты 15 тысяч метров, и выкупил права на постройку космических кораблей по его технологии Spaceship One. Теперь его цель – развитие космического туризма. С точки зрения влияния на окружающую среду, подобная технология очень экологична. На вывод в космос шести пассажиров приходится такой же выброс двойки сиуглерода, как на доставку одного пассажира из Лондона в Нью-Йорк. Оставайтесь молодыми. Не важно, сколько вам лет. Думайте творчески, молодо, глобально. Продолжайте развиваться. Ничего не бойтесь. Берите и делайте первый шаг. И пусть вам сопутствует удача. Заключение. Ричард Брэнсон на основании своего жизненного опыта сформулировал ряд правил, которые позволяют ему добиваться успеха в разных областях, оставаясь при этом жизнерадостным и неравнодушным человеком. Ставьте себе цель и ищите к ней разные пути. В мире много искусственных ограничений, придуманных людьми. Не позволяйте им помешать вам. Не отказывайтесь от мечты, потому что никто так никогда не делал или все считают, что это невозможно. Беритесь и делайте. Верьте в себя, но всегда основательно готовьтесь к авантюре. Пытайтесь снова и снова. Никогда не сдавайтесь. В любой момент все может измениться в вашу пользу. И всегда можно что-то предпринять для победы. Цените каждый момент. Радуйтесь жизни. Занимайтесь любимым делом. Ведь жизнь слишком коротка. Любимое хобби может превратиться в глобальный бизнес. Отдыхая и веселясь, человек перезагружается и заряжается энергией. Рискуйте, но осознанно. Любой риск должен быть оправдан, взвешен и продуман. Не стоит ставить все на карту там, где вы не контролируете ситуацию. Будьте смелыми и верными своей мечте. Думайте да и не думайте нет. Не сожалейте о прошлом. Сожаления тянут назад, а надо двигаться вперед. Никто не может прожить жизнь без неудач. Главное, учитесь на ошибках. Бросайте вызов самому себе и ищите новые цели. Так вы будете расти и развиваться как личность. Стремитесь покорять все новые и новые вершины. Твердо стойте на ногах, полагайтесь на свои силы, думайте своей головой, отвечайте за свои поступки. Дорожите близкими и верьте в свою семью. Относитесь уважительно ко всем людям, а не только к тем, кто вам нужен. Берегите окружающую среду, ведь у нас не будет другой планеты. Капитализм должен быть ответственным и минимизировать вред наносимой природе. Делайте ваш бренд сексуальным, эмоциональным, обладающим индивидуальностью. Открыто общайтесь с сотрудниками и клиентами. Играйте теми картами, что у вас на руках. Найдите то, в чем вы сильны. Решайте вопросы на ранней стадии, не дайте проблемам зайти далеко. Не пасуйте перед недобросовестными конкурентами. Ищите, как их переиграть. Делайте добрые дела. Меняйте мир к лучшему, начиная с себя. Не упускайте хорошие идеи. Быстро реализовывайте их. В любом возрасте старайтесь мыслить молодо и творчески. Не останавливайтесь в развитии. Продолжайте получать от жизни новые знания и впечатления. Субтитры создавал DimaTorzok